сегодня я хотела бы остановиться только от тех моментов которые касаются но скажем церемониальной части царансар то что касается традиционного этикета конечно калмыки особо обращали внимание вот на такую на этикета на церемонии на какие-то взаимоотношения когда это происходило публично да публично вот когда это были свидетели того допустим скажем да не выражение уважительно почтительного отношения к вам скажем да неправильно сказанное слово неправильное обращение и много-много таких моментов которые не соответствуют нашим обычаи нашей ментальности нашему образу жизни нашему вероисповеданию вот когда вот этому не соответствует и человек зная не зная но невежество это тоже большой грех считается каким-то образом это проявляет и происходит это публично конечно многие оскорблялись и уже вот тогда делали выводы что с этим человеком ему больше лучше не встречаться вот таких в общественных местах публичных местах вступать контакт обсуждать какие-то проблемы но старались держаться стороне поэтому когда вот собирается большая публика на празднество на свадебное пиршество на какие-то торжественные какие-то мероприятия должно уделяться особое внимание особо внимание вот этот церемониальной части то что касается традиционного этикета но начнете самого главного самого главного конечно самое главное я не буду касаться внешнего вида не буду этого касаться сейчас мы европейцы 400 лет и очень трудно сейчас да как бы соблюдать эти каноны но тем не менее даже если мы облачаемся во что-то национальное вот я хочу с вами поделиться своей ну как бы такой вот проблемой большой да я не могу спокойно сидеть на концертах я не могу я не получаю эстетическое удовольствие сильно переживаю за то что нарушается вот то что является основой скажем замужние женщины выходят на сцену национальных костюмах и перетянутым поясом ремнем на сюда это это грубейшее нарушение потому что есть такое выражение без куй то есть без ремня уже все сухо уста значит вот и вот когда на счет вот как шинка шнэм счет горчка бюста и скидет очень вот это вот когда вот это я вижу я сильно переживаю и и и и и на них к зонам то же самое там на спектаклях или еще где-то к все это когда вот видишь лучшее вот когда мы хотим показать свою культуру значит а вот суть нашей культуры как бы раскрыть ценность вот этих значит да вот моментов которые но уже тысячелетиями не сохранялись веками передавались передавались но не просто так же да это же было важно то есть она аккумулировала себя очень много это жительский опыт это наша история это наша культура наш образ жизни вот это все аккумулируется каком-то отдельном слове нашем поведении там до наших поступках вот как вы поступите если это все это вот в дни празднования царансар но вы оказались не дома где-то в пути в дороге или вы верхом на лошади или вы допустим за рулем да но вот все таки вот как-то так встретили свое там не знаю брата свата там друга своего и вот остановились вот как будет происходить как вы как вы поприветствуйте друг друга в степи скажем а ну вот до того как правильную лиса новых где а до того как сказать это вот это вербальная часть нечезда до от autor вот поведении традиции еще поведение речевой этикет еще есть поведенческий этикет то что касаемо речевой этикета совершенно наверное а то что касается поведенческого вот вы должны от просто вот своим видом вот уже одним движением должны показать что вы являетесь носителем этой культуры и тем самым вы выражаете уважение к тому человеку от которого хотите поприветствовать мирная сын буха киркты машина сына арха киркты а сейчас вот наверно ребята да честно скажите многие вы здоровайтесь можете так вот приоткрыть окошко машине да не можете поздороваться с тем кто старше вас позволяйте себе такое но это недопустимо от особенно на царансах нежелательно этого делать на царансах чтобы тот это кельницы мельницы вся какую-то тот человек подумает в этот момент про вас может что-то не так да лучше исключить это если в повседневности это очень сложно сделать если но хотя бы на царансах когда вот люди как раз таки делают для себя какие-то выводы это очень важно ты для мирный разбогат машина сарат сахал хамудина сахал ха кто должен первый приветствовать тот кто младше или тот кто старше бедный европы к мисс кен ба га раны гадминты мисси мана яс дух не кенах они если этот старший посчитает нужным нужным с вами поздороваться именно старшие первые протягивает руку а вот я сказала что очень важно если мы как бы занимаемся популяризации нашей культуры в этом случае надо делать все правильно и вот если ты стоишь на сцене в калмыцком костюме и собралась там вот такая публика которая значит обозревает это не только калмыки да и не только люди знающие эту традицию и молодежь они должны увидеть вот это как бы канонические вещи идеально вот как должно быть я понимаю на свадьбе стилизованный костюм я не это имею ввиду если скажем вот вот этнографическая точность она должна быть обязательно когда мы демонстрируем свою культуру ну давайте сейчас поскольку это царансар и вот к вам придут люди во первых кто должен кому прийти вы должны пойти к своим старикам или а их пригласить к себе домой вот смотрите вот как мы царансар да вот допустим первую очередь как у нас начинается утра утра царансара как у нас начинается раньше начинала сейчас не будем начиналась утра царансара как шинкена на лих на ирявизик джок цакты это называется зулдырк когда не молочными напитками делали крапление на че там да а цехар вообще царансарла ямаран бурхнула битн залгышки на вне цараксарок окон тенгер текляя начит так вот бенды менты гарута это уже вот уже когда мы стали исповедовать буддизм это уже больше стали связываться окон тенгер т ξерняка залголоской вдаль меня И это было очень важно, если я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Мы вместе вместе с verdadeirыми людьми. Все ты говоришь? Ты говоришь? Да. Да. Правда, мы вместе с тобой стали проявленными. В этом он овощем. И даже вот я помню, значит, да, Манабичкен сакты, «Эрты харерля эрдым». Харерля, в рамерят, вот, зохсадаучитым. Очереди устанавливалась. Придут, вот я помню, даже такой, придут за нашими родителями и увидев, что уже кто-то их опередил, даже переживали, расстраивались. И цағалын, ну все знаете, ях цағалдык. Почему прячут вот этот Альхан-яғат? Но Жиргызялу қойрыр, не совершили этот обряд, да, муж женой. Вот, и как это мы покажем сейчас, вот эта зохшена, значит, да, вот, и это вас, Льours, ида, да. Никаких объятий, никаких поцелуей, значит, да, так, вот, и, tasksет. И, яхмоль жына, ну, раньше могли плечами там, значит, прикоснуться. Вот, вот, это важно. Я хочу сказать, что я творю в то, что я хочу сказать. Мне кажется, что из козы она подняла пцода в завод, но она вы Hawk. Когда я читала в Козы, то я хочу сказать, что оно будет крепко, потому что оно получилось, и в Козы для завод. Я хочу сказать, что не invert, а то, как это было, но не по-другому это прикосновение, голыми руками, это тоже имело место быть, и ему учреждается цайлгарь олым бэйна, но голых чихоэр цайлгарь нэнэ. Тегат ему учреждается альхан бултул дэгэс мольджин. Это и выражение уважения к этому человеку, чтобы голыми руками, значит, да, и с другой стороны, ты альханан нереган басы бултул дэгэс мольджин, и не только, все время ходили с длинными рукавами, и не только на цагансар. Водители, которые отправляются на дальнюю дорогу, многие берут вот этот кнут, они даже не знают, что дело не в самом кнуте, а дело вот этой рукояти, из чего она сделана. Тайлгарь, значит, да, вот берут с собой там дорогу, и когда вы зайдете в монгольскую кибитку, юрту, вы увидите, видна тот, видна тот, это сверху, видна эргэнда, вот, значит, да, юмгэна, тэрэ тэвэлха веточки сюда, хатхчхсмэна. Команда канала ЗАН онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов. Вот приглашаете вы, да, родственников, угощаете, и вот в течение дня, месяца, второго месяца это происходит. И если в этом хатоне вы кого-то не угостили, он мог обидеться. И даже дальние родственники, которые живут там, не знаю, соседних хатонах или еще каких-то, значит, вот шине двух месяцев они могли вполне, любой дом могли прийти без предупреждения, а вот эти 18, что у нас есть еще один рост. В общем, у нас есть все, что у нас есть еще один рост. Итак, мы не видим, что есть свои первые, которые также shields и кончат. Я знал, что я изучал... Заметный пенел и часто, которые могут быть крышами. Все знают, что они любят любить, они могут быть крышей ладонией, и по душе мы прибавляем всех ваших твоих девушек. Когда их поставили ужин, когда вы увидели свои твои цивилизации, я BECAU СНОКОМА NPTОВА к нему. Когда они уложены, газа город хаша гости аду нас не хамки ся мир не ундела даю житла кирига ялдун дугуга зародок дугуга то есть был такой обряд когда внуки по дочерней линии ночи да вот они должны были приехать но высказать свое уважение почтение своим нахтх нахтх на должны были уважать и и те обязательно должны были вот приготовить оставить голень пара не допустим если он не получил это шире значит да вот этот зеберха его не уважили получается его да вот тогда он мог молча выйти значит сесть на его коня и все и был таков никто даже не догонял и все понимали почему это случилось и вот и к цаде вот у нас законодательный памятник такой ночи до 1648 сорокового года на века и к цаде в этом законодательном памятнике все это прописано и вот я как-то специально это изучала значит да я посчитала где-то почти что 70 процентов статей этого законодательного памятника они основаны как раз таки на наших обычаях и традициях и вот это регламентировало нашу жизнь и никто его не нарушал и все было замечательно и когда вот это назвали степное уложение так обрадовалась думала ой наверное там будут эти статьи и будь моя воля я позволила бы всем этим национальным субъектам разрешить разрешила бы допустим да вот ввести в свой законодательный значит документ этот вот несколько таких статей которые испокон веков на протяжении многих столетий тысячелетия вот регламентировали их обычную жизнь так декад июна тускар ода бидын югар наудын хэгар наудын зулла бидын хэгар азову-бидын орундыг чёген бидын олзыл их шудын тима зулла улхыне бидын хэгарраan бидын Estaаган едахан бэрат цаяағарнын деж бэрат тиегчхэ эрэкчэгат дала едел декуга зулла даусины хэвэн Это считается, что они назвали детективы. Кemporтами мы называем, что тысячи недалепетий. И это единственный вопрос, которые мы называем думаем. но мне всегда добрылась. Есть не одна из дюлок – не один из всех, ни один из разных мерах, но механизмов, ни один из тех, ни один из тех, ни один из наших местных, но тот самый важный для него. Другая сила, не adalah контакта. Другая сила, если я не говорю, что, вы понимаете целый день делали борцы можно нарисовать то есть на царасар вот я перечисляю те обычаи ритуалы которые надо бы соблюсти но это не составляет такого большого труда раньше был специальный день посвященный вот приготовление этих борцы ков а и вот после того как они уже были приготовлены надо было обязательно пригласить людей которые должны были произнести благопожелание соответствующие юрьях амбор цук юрьях а то есть борцы к юрья дыр вот обидим борцком киха генн аки урдин волк не борцы к юрьях а то есть был день который был день который но как бы сейчас вот мы его называем день когда надо готовить борцы ки а раньше называли день когда надо совершить обряд благопожелание до борциков значит да это было накануне и вот мы пытаемся понять почему же целый день они занимались этим потому что надо было делать три вида один значит это для подношений вот то что касаемо подношения здесь как бы меньше творчества надо придерживаться опять таки традиции вот традиционно два вида то что символизировало солнце и наступление весны вот солнце значит да вот и наступление весны делали хуце ну понятно что от хуце это баран до сюда зависит приплод как будет размножаться ну скажем данном случае а тара вот поэтому ноги это делали и это было нормально поскольку мы скотоводы и вот это тащи да этот без молочного продукта никак нельзя и на царасар молочные продукты ну как бы символизировали много чего и благополучие наступление весны достаток чистоту помыслов поэтому но и крик прежде всего вот мал и верта бодмал и на хаша значит дырин да и вот старались вот вот эти дачи чтобы они были дырка но могли и дела это дела это бесконечная жизнь хамок ухту нас ну твой от хагера могли это но нежелательно нежелательно вот это шора потому что это символизировало оружие на случай если кто-то там замышляет на нападение еще агрессия какая-то да то есть напоминание того что у нас есть чем отразить были такие борцы ки которые делали из них связку такую из определенного количества борского определенных видов и были больших размеров они назывались и кыгерин белик то есть для старших и кыгерин белик определенное количество определенных видов прежде всего вот это хавтха который мы говорили да один зермулс целевыггина могли сюда хуцы тоже добавить негин вот это тоже вот это тоже зургага я не знаю почему но зурган потом дьола то что символизирует долгую жизнь мушкмур мушкмур это неренгесен это то есть символизировал нисколько достаток а исключала нищету то есть чтобы в семье всегда было что-нибудь что может пригодиться пищу вот это неренгесен тонкая кишка вот вот чтобы вот всегда было что-нибудь когда действительно ничего не было вообще ничего не было на пустой сковороде наши родители что делали сыпали муку просто чуть-чуть муки и не вичкин давсу бюджину лет вот они цахансар могли вот так вот у контейнер так могли встречать вот это шор называется горвы гага горвы гага горвы гага что если не приведи господь кто-нибудь нападет то напориться вот на это киты вот энчим бог не юн от нырнгесен малых к кюн для чеха мультина нырнгесен и на чесну гамал один единственное животное у которого нет чесн желчи единственное животное нырн и тера хорган царство гуга даже если вы не принесете ни водки ничего другого только вот это принесете я лично бы конечно это да аценил обочим высоко от ирингаги ягжу рахын от иркевишы ереки зөте от саби дни ягжу ерян аудин термети термахом адным чашки сыма хыгы беден герак зөте текле термахы геракларын ода басы зәрм зәрміне он сон шкей жены батон напомнить что я перевела он сон шкей жена тер архазырты болхыне эйгад хуйнамақын от хамы бүклер чанжыксн шо бүкіл хуйнамақын бүкіл хуйнамақын да термогы дейдіңдар толғағын тәві чекне бүкіл хуйнамақын сәйгігі бүрхүтталаныгы гүхайаыз егігө mangaқыншы үрреені те тер бүрхүтта нере джээк озн толғағын от хаму юман келес тікілкен болып бүрхүтті пөрінде kadar тәнуз бүрдейді мана ол мен бүрхүтді күрхоғыз құлты, тәкісі ола бетін 부탁ын да қүшін тез тәнуз баламасырken дейді бүргүт өлт Cross пар от этого, чтобы вот туда. Туда же мы куска мяса не забросим. Сами знаете, благовоние, когда мы зажигаем, мы тоже так же мыслим, чтобы вот эти запахи дошли до наших небесных покровителей. Оттуда они не спасали кишик вам, даровали кишик. Милость свою, кишик, счастье. На поминке, вот когда человек умирал, раньше, как это было, и вообще оставляли в покое его в кибитках, его оставляли в покое, приглашали Зурхача. И вот Зурхача, Зурды Сударх читал молитвы, значит, там, да. И в это время там никто рядом не ходил вообще, только оставался он и лама. И даже могли потом перенести кибитку на другое место. Могли такое. Да-да, если, допустим, я не буду сейчас детализировать, какой смертью, как, что, значит, да. Эндернаст, так именно, да. Все почести, то-се, может быть, юмнасты целишку. А если там уже причина другая, то могли кибитку перенести после этого, после того, как уже похоронили. Ну, что, раньше кибитку разобрать и поставить на новом месте, ничего не... там, 15 минут. Вот. И пока читали ламы, вот это Зурды Сударх, вот Юля лучше скажет, расскажет, значит, там, да. То есть, вот, помогали ему преодолеть этот серединный путь. Вот. И вот в этом случае даже мог помешать. Движения, лишние движения, там, разговоры, слезы, тем более, они могли помешать этому процессу. Поэтому исключалось все абсолютно. Уже есть такой специальный ритуал. Вот этот, водку не просто сейчас взяли, значит, на свадьбах орут, значит, давайте выпьем. Это невыносимо просто. И вот этот раньше перегоняли ведь водку. Это целый был ритуал. Там этот, кто первый, вот этот Амсур, вот это женщина, значит, хоть мы почитаем мужчин, но получалось так, что вот этот, поскольку приготовление молочной водки занимала женщина, вот это первое, вот эту кисточку она макала, пробовала, женщина. Получается так, что женщина. Да. Она, да, она вроде как Амсичана, ну, степень приготовления, степень готовности проверяет. И там целый ритуал. И вот когда, значит, вот собирает это молоко для того, чтобы приготовить, да потом, пока это готовится, эта водка, потом когда собирается старейшина садятся пока потом до окропление начата и есть эркин доланцацев семь окроплений не только так налил и сам выпил там значит и божествам и духом предков и духу огня духу чингисхана а вот этому котлу где-то варится то есть дырвинуттануха который на улице в 777 отдельно юриале посвящались только после этого можно было принять ауда волхам бедна монанга тоже уже все уже мы заливаем да это это тоже это тоже нарушение большое ведь дело не в том чтобы выпить а дело в том что вот как как сопровождение какое будет и даже не просто слова это же каждое слово имеет какую-то магическую силу свою каждое слово вот мы всегда вот говорим своим я не знаю я где-то вот ребятам да особенно приходится бывает так что вы езжайте на пикник на ранса рандо но желать на первую стопку отверг хочу 2 снова мол дерево какое-то может быть может быть водоем какой-то то может быть какой-то небольшой курган гол небольшой курган вот лучше туда первую стопочку туда они в себя вот все-таки но есть это таркин доланцацил у меня есть такая книжка но она написана на калмыцком языке я специально ее написала на калмыцком языке чтобы люди ну прочли прочитали на калмыцком языке там вот есть такие моменты которые но очень трудно на русском объяснить вообще вот и на калмыцком языке но если такие маленькие книжечки там вот допустим там вербальное ритуальное оформление современной калмыцкой свадьбы тогда традиционный этикет калмыков или и 100 хальмык вот такие маленькие это для студентов своих я готовила на таком популярном понятном языке вот эти книжки они уже все разошлись уже не не осталось книжка голом то у меня даже у меня одна единственная книжка библиотечная вот сейчас недавно обратились комитом и штатов наших аренгут попросили я говорю у га гихла и как-то даже мне кажется это не поверили люди вот мы календарные обряды когда говорим чаще всего почему-то упоминаем царан зулу царансар июшсар агал тэдэксар хулгансар почему не упоминаем медрин гигант почему не упоминаем это то ли тоже значимые были вот допустим сейчас вот вот хрули вот хорошо прямо на октябрь хулгансар не назначает свадьбы тэр хулгансар это хулгансар это где-то захватывает иногда конец сентября-октября или же октябрь конец ноября захватывает тэнчин галтэдэк то есть это целый месяц совершали обряды жертвопроношения духу огня и обращались к духам предков да и вот исключалось даже мужчины не выезжали далеко от кочевья не уезжали не покидали кочевья никаких свадеб никаких пиршеств в это время вот вот такие обряды поклонение поклонение духу огня калмыцкие небылицы приметы и гадания три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании вышла книга которая обещает стать библиографической редкостью сказка о далнхойрхудл 72 небылицы рассказ диалог кэмэльхэн приметы 25 позвонка овцы и образец гаданий далэншин джэ гаданий по бараньей лопатке представленный в очерке народного поэта калмыки константина эрэндженова это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский самобытные яркие иллюстрации ирины надбитвы прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир книга будет интересно как взрослым так и детям и станет прекрасным подарком каждому кто интересуется калмыцким фольклором первый альбом для новорожденного на калмыцком языке мендэфт нб здравствуйте это я так жизнерадостно называется этот альбом стильный современный дизайн текст на калмыцком и русском языках а также информация калмыцких обычаях и традициях связанных с рождением детей делают его уникальным вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного а также о таких важных моментах которым наши предки уделяли особое внимание как положение в колыбель разрезание пул бросание шапки под ножки начинающим ходить срезание первородных волос этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка по вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона указанного на экране